Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июня. Я вот сегодня сказала, что у меня день распаковывания посылок. Про китайскую палатку более-менее мы распаковали, только посмотрели. Ну а вот этот вот опрыскиватель, который я заказала на сайте дней 10 назад, я вам говорила, что после того, как вот этими всякими помповыми ручными я опрыскивала, очень устала, мне многие советовали аккумуляторный. И я вот выбрала вот этот чемпион, про него уже были, ну вытащить не могу. Сейчас камеру сниму, вытащу его и покажу из чего он состоит, а потом соберем, покажу его в работе. Ну как большинство всех опрыскивателей, они все состоят почти из одного и того же. Вот эта вот антенна, которая можно увеличивать, потом сам корпус, и тут, конечно, для меня новинка, то, что здесь вставлен аккумулятор. Есть руководство по эксплуатации, и слава богу, что оно на русском языке. Так, я сразу скажу, что тут шли рассуждения о том, какой лучше с этим с литиевым аккумулятором, который подороже, или вот этот, который подешевле, и некоторые высказали предположение, что меня на сайте там обманули, втюхали, мне ничего не втюхали. Эту модель я выбрала сама. Когда я выбрала сама, я просто поинтересовалась, чем отличается более дорогой и более дешевый вариант. И мне объяснили, что дорогой вариант, да, это нового поколения аккумуляторы, долго держат заряд, можно работать в пониженных температурах, даже при минусе, по-моему, ну, в очень низких температурах. Этот он более проще. Но я сделала выбор сама, потому что долго держать заряд мне не нужно, всего несколько обработок за сезон я делаю. Ну, три от силы, ну, четыре. И тот, кто постоянно, например, может быть, с утра до вечера ходит и обрабатывает свои поля, у меня шесть соток, у меня хватит, мне кажется, этого. Ну, и тут, конечно, вопрос цены, разница большая в две с лишним тысячи. И при пониженных температурах я не собираюсь ничего обрабатывать. Я обрабатываю только при температуре выше 12-15 градусов, потому что при пониженных температурах все эти обработки не действуют на растений. Даже невозможно ни насекомых убить, ни каких-то от болезней или подкормки сделать. Для использования в саду, в огороде, вот такой опрыскиватель, он вполне меня устроит. Но теперь самое главное, подождать, сколько лет он будет хорошо работать. Это, конечно, я могу вам сказать только в 2003-м, в 2023-м или в 2025-м году. Сейчас мы только его соберем и вечером сегодня сделаю первую обработку. Ну вот, муж собрал мне его очень-очень быстро. Так как жарко и ничего опрыскать я не могу, опрыскиваю вот эти томатики свои, которые на этом... Испытание будет чуть позже. Все. Мне главное знать, что он рабочий, что им можно... Ай-ай! Брызжет все. Струя очень хорошая, большая. Ну, конечно, как я всегда говорю, цыплят по осени считают. Все свои впечатления такие более основанные на каких-то... На обработках я могу сказать позже. Пока сейчас могу сказать, что единственное, что от помпы избавилась уже хорошо. Брызжет. Пока все нормально. Субтитры подогнал «Симон»